Приветствую, друзья! Не утихает до сих пор тема на мои последние эфиры про десятину и про закон бумеранга. И все равно у вас остается куча вопросов, где вы задаете практически одно и то же. Вроде как много разных ситуаций уже с вами разобрали, но давайте еще одну ситуацию разберем. Девушка вот у меня сегодня буквально опять спросила, ей подруга помогла купить квартиру. Должна ли она отдать десятину с покупки этой квартиры? Смотрите, но она уже заплатила своими деньгами, получила квартиру, произвела здоровый энергообмен. Но подруга ей помогла сделать эту сделку более выгодной. И, к примеру, на тысяч сто или, может быть, еще какую-то сумму, я не знаю, она купила ее там дешевле. Миллион, я не знаю. Такие подробности я, конечно, не уточняла. Но поблагодарить, конечно же, десятина ее нужна, но не от всей суммы квартиры, а на ту выгоду, которую она получила благодаря этой подруге. Ну, например, та помогала ей в сделке, в поиске квартиры. И если бы не эта подруга, квартира, например, стоила бы там 4 миллиона, а она купила ее за 3. Вот с миллиона можно ее поблагодарить у десятиной. То есть, да, вот эту вот сумму выгоды. У меня был еще эфир, где я свою ситуацию с квартирой рассказала, где мне подруга помогла купить квартиру в Турции, и я ей платила десятину со всей покупки. Вот, но это было мое собственное желание, это раз. Во-вторых, у меня была ситуация, когда у меня не было денег, она мне помогла ее купить, не моими деньгами. Соответственно, здесь у меня выгода была 100%. Так что я полностью 10% отдала. Вот. И, конечно же, ко мне вернулась сполна, можно так сказать. Намного больше, чем я ей заплатила. Вот. И сейчас эта квартира еще повысилась в цене неоднократно, что меня очень радует. И, можно сказать, там мои вложения купились прям очень сильно много. Вот. Но, чтобы вы понимали, десятину мы платим с той выгоды, на которую вам помогли там это приобрести. Если вы что-то покупаете за свои деньги, да, вы уже делаете здоровый энергообмен. У вас там не будет ничего отбираться. Бумеранг забирается 10%, когда вы с нуля что-то получили, как бесплатно подарок, можно сказать, да. Либо, как это объяснить, вам пришли деньги, или не деньгами, а в какой-то продукции, товарах. Не важно, там, может быть, это и машина, и квартира, и движимая, и недвижимая. Если это подарок, да, то вы с этого лучше заплатите десятину, потому что бумерангам 10% отдадите. Вот. Вы платите, еще раз такой момент, либо тому, кто вам помог это получить, но не сам лично дал. Естественно, человек, который вам что-то подарил, ему не надо отдавать обратно там 10%. Вы можете ему выказать благодарность в любой форме, да, но отдавать вы ему ничего не должны. Вот. Но тот, кто являлся третьим лицом сделки, да, то вы ему можете помочь с благодарностью отдать десятину на ту сумму выгоды сверху. Вот. Либо, если это был подарок, и вам кто-то помог получить этот подарок. Ну, может быть, не знаю, не подарок, как это сказать, с нуля что-то получить, да, то вы можете его поблагодарить. Если вы что-то получили, а благодарить некого, то вы можете эту десятину отдать нуждающимся. Найти, кто нуждается в чем-то, ну, я думаю, это не проблема. Я хочу вам напомнить, для чего мы с вами платим десятину. По закону благодарности, когда мы принимаем, этим пользуемся, благодарим, нам возвращается в 10 раз больше. Если мы сами это не сделаем, то по закону бумеранга у нас забираются эти 10%. Причем 10% по закону бумеранга забирается каждый раз, когда мы неблагодарны, что-то получили. Ну, и типа так и должно быть. И у нас забираются не только от этой суммы, а от всего, что мы имеем в разных сферах жизни. И поэтому мы как бы это не замечаем. Так как закон бумеранга и десятины работает одновременно, когда мы живем, мы не видим сильные большие потери или прибыли, оно друг дружку компенсирует. Но если вы хотите не терять, а больше получать, то будьте благодарны.